Тех, кто когда-то сбился с пути, здесь учат заново смотреть на жизнь в другом свете и в другом цвете. И речь не про розовые очки. Напротив, в стенах клубного дома помогают жить активно, полноценно и насыщенно, ярко и незаурядно. Помогают преодолеть последствия психических и поведенческих расстройств, восстановить утраченные вследствие болезней навыки. И с этими задачами здесь справляются на отлично. Это эффективный проект, и сами ребята говорят о том, что им действительно помогает это. И хочу тоже отметить от себя, что большая часть даже не находится в больнице за два года. Ну, то есть, вот насколько была успешная реабилитация, насколько люди вот осваиваются, что многие из них действительно два года не находились в медицинских учреждениях для поддержки своего состояния. Сегодня в калейдоскопе 48 участников. Это люди, пережившие разные жизненные ситуации и болезни, но объединенные одним. Желанием забыть старое и начать новую успешную жизнь. К примеру, Мария Кузьмич. Сегодня в девушке трудно узнать человека, пережившего депрессию. Для Марии калейдоскоп – это в прямом смысле слова второй дом. Здесь она не только проходит реабилитацию, но и работает специалистом по социальной работе. К слову, за два года существования проекта рабочее место помогли найти трем членам клубного дома, имеющих группу инвалидности. Не совсем понимаю тех людей, которые или стесняются прийти, или считают, что это неважно. Не знаю. Тут я не знаю. И на собственном примере, на собственном опыте для меня это было очень-очень важно. Мне клубный дом дал очень многое, дал хорошее настроение, поверить в свои силы, ощутить их. Психологические тренинги и упражнения, занятия спортом, обучение компьютерной грамотности и правилам хорошего тона – совместные выходы в свет. Участников объединения можно часто увидеть на многих культурных и общественных мероприятиях, происходящих в городе. Все это вкупе способствует положительному результату. Два года – это не просто прожитые месяцы, это время результатов и побед. В этом году мы выиграли конкурс образовательных мини-проектов, мини-грант у нас будет. И тема о психическом здоровье. Мы будем ездить по регионам Брестской области, попытаемся задействовать Брестскую область. Потому что пока в области клубных домов не намечается, что они будут, но люди там есть. Мы бы хотели заодно посмотреть, сколько людей, какова потребность у этих людей в регионах, в маленьких городах, в такой службе, есть ли вообще такая потребность. Понимают ли люди, что нужно стараться помочь друг другу в первую очередь и не ждать, что кто-то придет и поможет. Калейдоскопы – место, где помогут восстановить ощущение собственной значимости, определить новые горизонты своих возможностей и вернуться к активной жизни. А по возможности – к работе. Профессиональные психологи сделают все, чтобы человек, обратившийся к ним, больше никогда не чувствовал себя одиноким, а знал, что он важен и нужен обществу.